Антон Павлович Чехов, братец. Плюнь ты на эту анафему толстомордую, чтоб ему не дна ни по крышке. Ну, сделай такую милость. Я не могу, братец, я ему слово дала. Я умоляю, пожалей ты нашу фамилию, ты благородная, личная дворянка с образованием, а ведь он квасник, мужик, хам, хам, пойми ты это неразумное. Вонючим квасом да тухлыми селедками торгует, жулик ведь. Ты ему вчера слово дала, а он сегодня же утром нашу кухарку на пятак обсчитал. Жил и тянет с бедного народа. Ну, а где твои мечты они, а? Боже ты мой, Господи, а? Ты же ведь, послушай, нашего департаментского мишку Трехвостого любишь, о нем мечтаешь, и он тебя любит. Вот, сестра вспыхнула, подбородок ее задрожал, глаза наполнились слезами. Видно было, что братец попал в самую чувствительную центру. И себя губишь, и мишку губишь, запил малый. Эх, сестра, сестра, польстилась ты на хамские капиталы, на сережечки, на браслетики. Выходишь по расчету за дурмана какого-то, за свинство, за невежу выходишь, фамилий путем подписать не умеет. Митрий Николаев, не, слышишь, Николаев, скотина, стар, грубый, сиволапый. Ну, сделай ты милость, голос братца дрогнул и засипел. Братец закашлялся и выдер глаза, и его подбородок запрыгал. Слово дала братец, да и бедность наша опротивила. Скажу, коли уж на то пошло. Не хотел пачкать себя в твоем мнении, а скажу. Лучше реноме потерять, чем сестру родную в погибели видеть. Послушай, Катя, я про твоего лобазника тайну одну знаю. Если ты узнаешь эту тайну, то сразу от него откажешься. Вот какая тайна. Ты знаешь, в каком пакостном месте я однажды с ним встретился? Знаешь, а? В каком? Братец раскрыл рот, чтобы ответить, но ему помешали. В комнату вошел парень в поддевке, грязных сапогах и с большим кульком в руках. Он перекрестился и встал у двери. Кланялся вам, Митрий Терентьевич, обратился он к братцу. И велели вас с воскресным днем поздравиться. А вот это самое-с, в собственные руки-с. Братец нахмурился, взял кулюк. Взглянул в него и презрительно усмехнулся. Что тут? Чепуха должно быть. А, голова сахар какая-то. Братец вытащил из кулька голову сахару, снял с нее колпак и пощелкал по сахару пальцем. Ха, чьей фабрики сахар? Бобринского. Хм, то-то. А это чай. Воняет чем-то. Сардины какие-то, помада. Ни к селу, ни к городу. Изюм с сором. Задобрить хочет, подлизывается. Нет, милый дружок, нас не задобришь. Для чего это он цикорного кофе всунул? Я не пью. Кофе вредно пить, на нервы действует. Хорошо, ступай. Кланяйся там. Парень вышел. Сестра подскочила к брату. Схватил его за руку. Брат сильно подействовал на нее своими словами. Еще бы слово и не сдобровать было Базнику. Ну, говори же, говори. Где ты его видел? Где? Нигде. Я пошутил. Да делай, как знаешь. Сказал братец. И еще раз постукал пальцем по сахару. Спасибо. Спасибо.